ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сменяется Вектор с крутого экстремала качка до рэпера, который нахер слал полицию в девяностых. У-ху-ху, что может быть прекраснее? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Кинокиллеры. Я провожу масштабный стёб, поиск осяков и подробный анализ в различных кинофильмах. Итак, мы продолжаем рассматривать фильмы из серии 3Х. Что ж, переходим к той картине, которая словно удар бейсбольной битой по коленной чашечке подкосила франшизу. Встречайте, это 3Х новый уровень. После успеха первой части Вин Дизель и Роб Коэн подписались на сиквел, но из-за какой-то бумажной волокиты их послали на три буквы, которые состояли далеко не из трех иксов. Чёртовы студийные боссы. Но они долго не горевали, позвали на главную роль Айскьюба, перекроили сценарий, в режиссёрское кресло посадили Ли Томахори, человека, который до этого угробил франшизу про Джеймса Бонда, а после трёх иксов подарил нам высер под названием Пророк. Да уж, достойный кандидат. Что ж, врубайте NWA, хавайте крылышки из KFC, ведь все чернокожие любят крылышки из KFC, прочувствуем персонажа. Расист, расист. Это 3Х новый уровень. Ты заебал, давай ближе к делу. Начинается фильм ни много ни мало с атаки на секретный офис АНБ, находящийся под конюшней. Вот только у меня такое чувство, будто это не офис АНБ, а коридор из какого-нибудь Стартрека. Итак, уже известный нам Агастас Гиббенс в исполнении Смуила Джексона сваливает с тонущего корабля, ибо стандартная смерть чернокожего в перестрелке его бы и в гетто не устроила. Давай, только выйди, тут же положим. Успокойся, сынок. Не шали. Он вместе с Батаном Тоби из первого фильма съебает с базы на прокачанном Пантиаке и понимает, что их кто-то заложил. Нужен человек со стороны, только не очередной скейтбордист или байкер. Новый 3Х должен быть жестче, хитрее, опасней. Опаснее? И тут возникает сюжетная дырень. Раз у вас был кто-то хитрее и опаснее экстремалы и трюкача, хотя, ебаный народ, куда уж опаснее и хитрее, то почему вы его сразу не позвали, а проводили какие-то муторные кастинги? Ну да ладно, и кто же наш новый агент 3Х? Отлично, пухлощеки рэпер, который максимум что сможет сделать, это грабануть супермаркет или пристрелить кого-нибудь гэнгста-стайл. Смена Вектора просто потрясающая. Затем мы переносимся в Белый дом, где президенту сообщают о трагедии, постигшие АНБ. На отдел АНБ нападение. 16 сотрудников убито. 16 славных ребят на нашей территории. Да кто на такое пошел? А кто пошел на такое, что взял в президенты США человека с перебором пафоса в крови? От меня нужно что-нибудь? Я сделаю все чисто и быстро. Не, я как бы знаю, что вы не очень-то любите переигрывающих блогеров, но... Блин, а кто же у нас злодеи тут, а? Вот я прям даже не знаю. Ну да ладно хер с ними, мы переносимся в тюрьму, где Агастас рекрутирует нового агента 3Х. Сколько трубишь? 9 лет? Я не скучал, и я тебе не лейтенант. Я номер 3655, ясно? Он такой серьезный! Короче, путем своих джедайских трюков и приливом патриотизма, Гиббонс нанимает Кьюба на работенку. 12.06 завтра, браво, дельта 10. Как в старое доброе время. Ты с тем же успехом мог ему напеть? Все равно эти ваши бравые фокстроты однотипно непонятны. Настает день Хэ, когда Кьюб должен дать Деру. Я скучать без вас буду? Чего? То есть, вот так вот, да? Вот так все просто? Так ты видел чертежей? Даже лучше. Весь план на мне. Иди, бамбук, кури, скофил. Тут тайский пару раз охранникам по роже треснул и сбежал. А ты сиди на жопе ровно со своими портаками. При помощи хитровысранных махинаций кубик все-таки оказывается снаружи. Цель 225 метров. Никуда не уйдет. Где он, Акистина? Ты тупой? Заключенный сбежал. Открывай огонь. Даун. Стоять! Я даже не знаю, что сказать. Блин, ну у меня тут тоже слов нет. Во-первых, жиробас, ты куда сиганул так самоуверенно? В кадре не было ни одного признака вертолета. Или ты тоже действуешь по тактике дизеля? В такие вещи надо просто верить. Ну и во-вторых, чей это за вертолет такой бесшумный, что его ни хера не слышно было? Странно все это. Короче, Кьюб с ребятами сваливает и первым делом начинает качать права. Начнем с главного. Я долго был под замком. А ты знаешь, что нужно всякому человеку после отсидки? Не врубаешься? Ну, судя по всему, тебе нужна путевая баба, потому что мальчики в душевой тебе порядком приелись. Нет, он набивает свое и так приличное пузо хавкой и продолжает качать права. Надо заняться делом. Сейчас мои дела фри и коктейль. Ты работаешь на нас и станешь делать? Что хочу, когда хочу. Что этот нигер себе позволяет? Все хорошо, спокойно. Сейчас столицу надо. Найдем, где залечь на дно. Знаю, где безопасно ныкаться. Ах да, кстати, вы не находите тут странность? Офис АНБ разнесли в щепки некие злоумышленники, но при этом Гиббонс не обращается напрямую к президенту за помощью, а хочет залечь на дно. Вот почему? Без понятия. Не задавай вопросов, не услышишь вранья. Да ну блин, а в моих обзорах хоть кто-нибудь мне вменяемое объяснение предоставит? И еще, ежели вы не видели этот фильм, то вы наверняка задаетесь вопросом, а куда же делся Ксандер Кейдж? На это вам ответят агенты АНБ. Доклад по линии центра. Ксандер Кейдж убит на Бора-Бора вчера. Как неловко-то, учитывая, что продолжение с этим персонажем все-таки вышло. Мозгов нет не только у продюсеров, но еще и у сценаристов. Итак, а наши шпионы устремляются в подполье, в, ну, хер его знает, свое подобие Южного Централа, но не в Лос-Анджелесе. Это здесь безопасно, по-твоему? Леди, попсовывают как штука. Ну-ка дай ее сюда, быстро. Они пригоняют в подпольную автомастерскую, которой владеет Экзибит. Ну а что вы хотели? Создатели будто специально все под очевидные вставки подгоняли. А где босс? Есть дело. У нас другой расклад теперь. Я всем заправляю. А где ло? В городе. Оператор, блин, я понимаю твое желание показать Ice Cube настолько крупим, насколько это возможно, но прекрати ты в обычной беседе использовать пролеты камеры. Мы не на красивые тачки тут смотрим, а на диалог двух рэперов. Короче, они перемещаются в другое место, так как человек, способный выручить Кьюба, вышла из гопа грязи в гопа князей. И путем чуть ли не Остин Пауэровских примочек, они остаются у нее, дабы разработать дальнейший план. Кьюбу необходимо проникнуть в раскуроченный штаб АНБ, дабы достать Винчестер с информацией. Для маленьких фанаток сериала сверхъестественные, Винчестер это не только фамилия двух братьев-пидорасов, но и в компьютерном сленге это еще и обозначение жесткого диска. Жду ваших дизлайков. Беда в том, что в штабе до сих пор сидят агенты АНБ. Алло, Ольфмар! Нас атаковали сверху. Кто поблизости, все за мной. Ну, я понимаю, ты подорвал машину, чтобы привлечь внимание агентуры, и они выбежали на улицу. Ну и Кишкин, Шишкин, ты по открытой местности слоняешься. Именно там, куда ты привлекал внимание АНБшников. Нега! В общем, Кьюб рывается в тусовку, достает Винчестер, но уйти потихо, и словно предательские шептуны ему не удается, так как в АНБ неполные бараны работают, и они преследуют его. Скучаю. Что? Ну серьезно, мы 3 икса смотрим или херовый фильм про Бонда? Почему так нудно-то, а? Далее Айс прибегает на пристань, чтобы украсть... Ой, то есть реквизировать лодку. Морской термин. Шестнадцать славных ребят на нашей территории. Да кто на такое пошел? Да рэпер один в шпиона заигрался. Кьюбу надо воссоединиться с Ботаном Тоби, и фильм будто вспоминает, что надо бы побыть немного крутым, хотя давайте признаем, то, что сейчас произойдет, всасывает Большой Толстый по сравнению с первым фильмом. Тот неловкий момент, когда не трюк делает эту сцену хоть чуточку, вот прям на пол карасика крутой, а пафосная хлебала из Кьюба. Тем временем Гиббонс наведывается в свой дом, дабы забрать важные документы, но бедолагу быстро скручивают. Мат в три хода, а просчитать ты мог? Так и знал! Бля, если даже персонажи фильма знают, кто злодей, то каким образом мы должны не догадываться об этом? Учти одно, что бы ты не затевал, ничего не выйдет. Вот как? Меня Дарил Столн остановит. Чувак, не поверишь, я удивляюсь этому не меньше тебя. Короче, его доламывают окончательно и оставляют подыхать. Не может какой-то чертовазый стрелок убить всех белых на свете! Они тебя обязательно найдут! Ты просто нахуй, суки! Горюя о потере своего бро, ребята надолго не раскисают и обнаруживают нужную инфу на Винчестере в виде эдакой микропленки и планируют найти некого Чарли на похоронах у Гиббонса. Что же явился? Чарли. Видишь его? Ее. Мы че, фильм еще смотрим, да? Бля, какая же нудная перья, а? Хотя бы на похороны позвали Рамштайн выступить, ну или на крайняк Fallout Boy. Затем наш агент решает внедриться и опросить Чарли, мимикрируя, словно негр в угольной шахте. Блин, походу этот обзор будет любимым у Гугл склановцев. Ой, ой, я еще и во все белое надел. И на самом деле эта сцена ничего особенного не несет, кроме пары фраз про то, что Чарли являлась информатором у Гиббонса, работает на Уильяма Дефо и ради вот этой тупой шутки. Простите, Дикий Амбрус, спорткомитет. Билли Боб Бейкер, Южное Братство Баптистов. Мы проводим слет. Неплохо было бы пригласить, знаете, примерного темнокожего гражданина. Вот как вы, вам ведь есть что сказать? Йо, Дрейк, what up? I got something to say. А вы че думали, я буду упускать возможность простебать Айс Кьюба как рэпера? Х**ки, терпите. Мы переносимся на светский раут, куда должен заявиться главгад, и Кьюб, естественно, проникает в эту тусню. И вот вам вопрос. Эта сцена хоть что-то важное в фильм привносит? Правильно, ни черта она не привносит. Мы просто наблюдаем за тем, как Дарио Стоун, так зовут героя Кьюба, прикрывшись под носом с шампунем, подслушивает разговор Дефо с каким-то хитро высранным генералом. Нашу страну ведут неверной дорогой. Надеешься все изменить? С несколькими полками? С тобой или нет, три дня. После вот этого коробка Солида Снейка из Metal Gear Solid не так комично воспринимается. И ладно бы разговор был весомым, так он вообще ни о чем, и он в дальнейшем сюжете не сыграет никакой роли. Что был этот генерал, что его не будет. Нашего официантика спаливают, но он умудряется ненадолго слиться с местностью. Какой расистский светский раут. И его вовремя спасает Чарли, которая, словно любая девушка Бонда, не против разделить с ним чашечку кофе и еще чего-нибудь покрепче. Если что-нибудь нужно, я прямо через холл. А что нужно? Что хочешь. Простите, у вас не будет потрахаться? Что ради страны не выдержишь? Но как оказалось, потрахаться ему сегодня не светит, так как после освежающего душа он находит вполне свеженький труп того генерала и толпу копов по свою душу. Нет, 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 нет. Брали, подставили. А я купился, дурак, дурак, дурак. Никогда не сдавался. К нему на переговоры направляется человек-выворотень из фильма «Другой мир» и Кьюб вываливает ему всю инфу, о которой знает. Я не вру, это подстава. И кто подставил? Декард. Он убрал Гиббонса, когда тот подошел вплотную, а теперь Петти Боуна. Попутно он разрабатывает, к слову, довольно неплохой план с разогретой едой, реализацию которого мы увидим позже. Стоун, я хочу помочь. Правда хочу. Будешь виноват, если дёру дашь. Я виноват им родился. Ты мой цвет кожи видел? Да блин, а что со мной не так? Диман, еще что-нибудь, связанное с расизмом, я тебя втащу, понял? Переговоры заканчиваются, а на штурм выдвигается группа захвата с тепловизорами на готове. Курочку будешь? Не, ну реально, план оказался добротным. А сам Стоун, Аки Хитман, скручивает одного спецназовца и выбирается из этой заварухи. В итоге ребята взламывают сервера Министерства обороны. Потому что Батантоби мастер на все руки, и он не боится того, что спецслужбы могут отследить того, кто их хакает. Спецслужбы, 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 спецслужбы. И узнают, что Дефо набирает целую армию, которая хранит свое вооружение на авианосце. Именно туда, словно Сэм Фишер, проникает на шпион и обнаруживает... Капитан? Гаррис? Джексон? Фиона! Мама! Гаррис? Озел! И ты составишь им компанию. Это она про что? Декарту. Мы нужны. Что так? Я не знаю, еще не выяснил. Надеялся, ты сумеешь. Довольно трудно вынюхивать инфу в камере 2х3 без окошка и параши. Но я старался как мог. Но блондинистая мразота ловко врубает тревогу, что в кои-то веки ведет нас к экшн-сцене. Причем, не буду греха дать, сцена довольно неплохая. Ну, не прям чтобы вах-вах-вах, но вполне себе неплохая. Стоун берет танк на прокат и устраивает покатушки на авианосце. Я живу в танке. Я живу в танке. Я живу в танке. Дымашь залево в банке. Я живу в танке. Я живу в танке. Я живу в танке. Дымашь залево в банке. Попутно он отбрасывает остроты своему бывшему сослуживцу. Этот призрак очень крут. Расскажешь, как там в тюряге? Скоро сам узнаешь. Имея такой ротик, ты отдыха не будешь знать. С одной стороны, их перепалочки выглядят как-то так. Но с другой, благодаря харизме Айс Кьюба, эта сцена хоть как-то веселит. Обезьянка и белый человек. Серьезно? Ну блин, ну а где тут расизм-то был, а? Допрыгался ты, куникир археров. Роман! Огонь! Ну, вы сбили ему броню сзади. Кабина танка открыта. Так почему бы какому-нибудь солдатику не ворваться, туда не изрешитить его? И да, кстати, с каких это пор танком может управлять один человек? Столб перебирается на этаж повыше, что ведет нас к самой, говорю вам, самой крутой сцене фильма. Это действительно круто. По крайней мере, я до этого нигде не видел, чтобы при помощи стартовой капотульты авианосца танком запульнули. Блин, как в случае с амортизаторами в прошлом обзоре, я говорился. Как же, блин. А, катапульты! И он ушел. Вы заметили некую закономерность в сценах этого гребаного фильма? Проник, накосипурил, ушел. Проник, накосипурил, ушел. Проник, накосипурил, ушел. Он больше смахивает на неловкое лишение девственности, чем на боевик. Затем Кьюб выцепляет того агента АНБ на заднем сидении его машины. Уже страшно. Чтобы выдать ему планы, которые подготовил Уильям Дефо. Капитолийский холм. Декард с бойскаутами готовится к Третьей мировой. А для чего? Не сечешь? Он замыслил переворот, пойдет на Капитолий. Так, ладно. Кровь вроде больше не идет. У меня такое присранное чувство, что в данный момент в США что-то подобное со свержением новенького президента может произойти. Знаменитости уж точно в это вовлеклись. Да, конечно, сперва агент Стилл, так его звать не верит Стоуну, но после проверки всей инфы об авианосце, об охране президента, да и плюс к тому беседы с самим министром обороны. Капитан Гиббенс был мне другом. Мы делаем все возможное, чтобы найти его. Найти? Ведь его труп так и не опознан. Кошмарная трагедия, Кайл. От которого прям запашок гондонский исходит. И, кстати, вы прям нихера не палитесь, что рассматриваете план о Третьей мировой прямо перед лицом того, кто его задумал. Не удивляйся, если тебя грохнут сегодня, а твой труп никогда не найдут. Он все-таки начинает верить нашему гангста и пригоняет к нему. Живой и невредимый. Как нашел меня? Свою работу я неплохо делаю. Что? То есть один смазливый агентик смог его найти, но вся остальная агентура с первоклассными специалистами нет? Вы чем там занимаетесь, полудурки? Бьете абсент, крутите жопами в клубах и смотрите на концерт «Рамштайн»? Президент, вице-спикер, госсекретарь, верхушка командования. Если их убрать, то что? Декард становится президентом. Правильно. Какой план? Придется действовать не по инструкции. Только не надо мне говорить, что это ваше оправдание, чтобы вытащить всех чернокожих из гетто для экшн-сцен. Я чуть было не поверил. Да еб***ь оно все конем. Короче, путем разносортных уловок типа «Мы вытащим ваших братков из тюряк», «Экзибит» и вся банда вступает в подпольную армию защиты президента. Трамп уж точно подобной помощи не дождется. А Кьюб и Тоби решают достать оружие. У тебя есть из чего шмалять? У меня нет. Но у Пентагона есть. Ладно, я звоню в Пентагон, чтобы поделились. Великолепный план. Просто охуенный, если я правильно понял. Надежный, бля, как швейцарские часы. Враг государства номер один решил позвонить в Пентагон, чтобы достать пару стволов. Ты реально дебил или прикидываешься? Но нет, Тоби ему быстренько говорит, что Пентагон перевозит оружие в... Вы готовы? В фурах с сыром. А на кой министерству обороны целая фура сыра нужна, а? Чтоб кататься в масле. Слушайте, ну я как бы понимаю, что первый 3Х был несерьезным и тупым, но при этом там все было круто. А здесь все тупо, но при этом с диким серьезом. Вот зачем? Поможем этим цыпочкам? Приветик. Писки. На солнце перегрелись? Я не знаю, что более омерзительно. Если ты сожрешь одну из них или попытаешься заняться с ними сексом, а потом сожрешь. Но тут быстренько пригоняют братки. Это что за фура, блин, такая бездонная? Или это как в Гарри Поттере снаружи дряхлая палатка, а внутри хоромы похлеще, чем у королевы Англии? Ну как, гуляно? Теперь все путем? Боже, благослови Америку. Эй, гей, нига. А во вражеском стане тоже идет подготовка. Ты устраняешь президента, не так ли, Джош? Не я, капитан, а ты. Гиббонс убил людей из своей группы, устроил побег преступника из тюрьмы, инсценировал свою смерть и повел кучку предателей в последнюю атаку. Я поверил. Я что-то не припомню, черт подери, чтобы я тебя о чем-то спрашивал. Ну и, ну честно говоря, злодейский план на самом деле немного интересный. То есть все довольно путево и занятно для шпионского боевика. Вот только если бы все не было так скучно. И вот начинается финальный акт. Военные перекрывают подход к Капитолийскому холму. Президент сыт в уши своим гражданам, а банда Real Gangsta Niggas... Вот только, сука, подойди! ...колесит по закоулкам, дабы подобраться к холму поближе. Стреляет газ! Район у нас такой плохой. Походу в West Coast Customs была поставка пуль непробиваемых материалов. Сука, откуда у гопников такие материалы? I don't know. Короче, они гоняют, гоняют, но тут появляется босс-танк и намекает ребятам, мол... ...вы не подраскоды протеннингованы, пидоры! И дает им прикурить. На что Экзибит делает вот это. Первый в мире угнанный танк. Ох, я лошуя! Как танк, аккуратно, как танк, за карьером, окривы, жилые земли, рудники и протока. Как танк, как танк, маршрут таков, куда поедем, там и дорога. Тем временем начинаются операции по устранению главы государства. Весь контингент Белого дома превращают в решето, но не президента, потому что... А ты знаком со словом измена? Джефферсон говорил, древо свободы нужно время от времени поливать кровью патриотов. И тиранов. Дальше не хочешь цитировать? Да потому что надо с ним еще по***деть и дать возможность Экзибиту шмальнуть из танка по Капитолию. Отделать пацан! Сейчас рванет! Тебя официально подорвали! Вы можете использовать этот кадр в диалоге с человеком, чей пукан незамедлительно начинает нагреваться. Говно влетает в вентилятор, группа Кьюба уничтожает всю ватагу солдафонов и заодно освобождает Гиббонса из заточения Блонди Чарли, которая получает свинцовую микстуру внутрь своего организма. Президента же оставшиеся злые дни уводят на экстренный скоростной поезд, который должен увезти их, блин, не знаю, в прекрасное далеко. Честно говоря, я не знаю, на что рассчитывает Дефо. Даже если он убьет президента по пасапатке своей, он получит очень сильно. Дариус на месте не сидит, запрашивает себе в помощь транспорт и чернокожая нимфа приволакивает ему Шелби Кобра, на которой и будет совершено преследование. Как ни крути, факт остается фактом. Все становится круче под песней Coins of the Stone Age. Он, как это неудивительно, нагоняет поезд и дальше. Ой, смотрите. Значит, куплено за пол лимона. Судя по тому, что Дариус гнал на более чем высокой скорости и так влетел на рельсы, то он должен где-нибудь в кювете перевернутый валяться. Но нет. Он выравнивается. Мы видим херовейшую графику и хромакей. Он продолжает погоню и... Я с физикой не в лучших друзьях, но он бы не то, что не гнал с такой же скоростью, он бы стоял на месте искря во все стороны. Дариус путем огнестрельной порчи президентского имущества проникает в поезд, где он выхватывает порыло от сослуживца, но благодаря строе газа и зажигалки сослуживец отправляется спать. Продолжай, но уже с огоньком. Безбилетник. Ну а затем Стоун учиняет дуэль с Дефо, благодаря которой президенту удается спастись и его вывозят на своих горбах Гиббонс с агентом Стилом. А наш 3ХА выполняет прыжок веры с поезда в удачно попавшуюся реку. Это очень больно. Нет, он ровненько, щутичкой входит в воду. Мне кажется, что вот эта хрень с помповым гранатометом так не работает. Снаряд, блять, не взорвется, а поверхность воды, он просто в нее войдет. Так что Кьюб должен был там пол своего ебала оставить. Ну а это, в принципе, можно считать финалом. Кьюб уходит в заслуженную подпольную отставку, президент якобы посмертно вручает ему медаль Конгресса, поцелуй с чернокожей нимфой. Ты сам ты понял, что только что поцеловал всех черномазых в квартале? И набитая на шею тату 3ХА. А, и это еще не все. В следующий раз выбор еще более нестандартный. Свежее лицо, новый тип. Уже есть первый кандидат. Вот ваш следующий кандидат, потому что нормально договориться смогли. И это был фильм 3ХА, новый уровень. И каков он? Не. Раньше я его неистово хейтил, считал просто богопротивным куском вонючего говна. Сейчас же я просто считаю его неудачным фильмом. Сюжет, в принципе, можно считать более-менее сносным. Все-таки идейка со свержением правительства и всякими подставами довольно занятна. Актеры, ну как бы ок, ладно, спецэффекты местами, ну как бы ок, а местами параша. Беда тут не в этом. Беда в том, что этот фильм, ну, он просто скучный. Понимаете, как я уже говорил, первый 3ХА был тупым и несерьезным, и это подкупало. Он был ради поднятия настроения и выполнен в крайне оригинальной и доселе неизвестной стилистике андеграундных экстремалов, металистов и качков. И это работало. А сиквел стал тупым и слишком серьезным. Он слишком сильно пытается походить на фильмы про Джеймса Бонда, когда это не требуется. Убавился градус крутого бреда. Кроме сцены с катапультой на авианосце, мне ничего не запомнилось. Шуток вообще нет. Все натянули маски звериной серьезности и работают в таком режиме. И это фильм погубило. Со второй частью 3ХА перестал быть чем-то выделяющимся и оригинальным, а стал просто среднестатистическим плохим фильмом про шпионов, а-ля Квант Милосердия или Умри, но не сейчас. Я больше не ненавижу этот фильм, потому что, ну, давайте признаем, но он не настолько плох. Это все равно за пошаг говна от него исходит. Пара прикольных сцен, какой-никакой сюжетится и Ice Cube, хоть и не такой крутой, каким он обычно является, тут есть. Этот фильм неудачный. Посмотрели, забыли его и больше никогда к нему не вернетесь. Ну, а следующий обзор будет на... Ну, блин, ребята, я знаю, что я обещал вернуться к ужасам, но еще один обзорный боевик, и я сделаю потом для вас обзор подарок, которого вы хотели. Вот вам загадка. Следующий фильм это Форсаж про мотоциклы. Ну, а с вами был Кинокиллер. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии, а также вступайте в мою группу ВКонтакте и подписывайтесь на мой Инстаграм. Все ссылки в описании. Кстати, весь список использованной музыки в обзоре тоже есть в описании, так что заглядывайте туда. Я уже, ну, не могу просто отвечать на комменты, какая песня была в том или ином моменте. И, ну, щелкните уже на этот гребаный колокольчик, чтобы знать, когда видео уходит. Спасибо за внимание и до скорой встречи. Субтитры сделал DimaTorzok